Не дышит нос, чешутся глаза, свербит в горле, сушит во рту. Именно такие чувства испытывают люди, страдающие сезонной аллергией. С каждым годом она нарушает покой и буквально не дает жить привычной жизнью все большему количеству людей. Количество аллергиков за последние, не знаю, 10 лет увеличилось, наверное, процентов на 12. И если мы возьмем, например, 90-е годы, у нас было, если брать по детям, наверное, около 4% аллергиков. Возьмем сейчас, у нас примерно 22-23% детей имеют ту или иную респираторную аллергию. И по прогнозам ВОЗ к 2030 году во всем мире будет около 28% населения, которые будут иметь ту или иную аллергию респираторного тракта. Бронхиальная астма, поленоз, аллергический ренит. В течение пяти лет Павел Бережанский проводил исследование и пришел к выводу, что именно в западном округе Подмосковья она переносится хуже всего. Причина – большое количество лиственных деревьев. В начале 20 века сосновые деревья как раз в западной части Московской области очень много вырубали и засаживали быстрорастущими деревьями, чтобы немножко обновить. И как раз эти самые быстрорастущие деревья сейчас реализуют нам аллергии, то, что мы видим. Самое опасное дерево для аллергиков – береза. А толчком для возникновения недуга чаще всего становится стресс. Количество людей, которые проживают в городе, которые постоянно находятся на работе, постоянно испытывают стресс, у них гораздо чаще, в два или в три раза развиваются какие-то проявления аллергии. Даже если их не было в подростковом возрасте. Поэтому главный совет врача – берегите нервы. Здоровый образ жизни, правильный сон, спорт, питание также позволят избежать любых аллергий. В питании такие продукты, которые сами по себе содержат гистамин. Вот тот самый вот ту часть, которая вызывает все клинические проявления. Это у нас все квашеное, все консервированное, это все соленья и все копчености. Ну, опять же, шоколад, мед в период цветения мы убираем и орехи. Эти продукты содержат гистамин. У нас аллергия получается из-за чего? У нас в организм попадает, например, пыльца березы. Она встречается с нашей тучной клеткой. Тучная клетка, она такая самая большая, она взрывается и выделяет кучу гистамина. Эффективнее всего на период цветения сократить контакт с аллергеном. В доме чаще делать влажную уборку, не открывать окна, поддерживать температуру воздуха не выше 20 градусов. Ну, а если в период цветения нет возможности оставаться дома, врачи рекомендуют почаще мыть руки, промывать нос и горло, больше пить жидкости и на улицу выходить только в очках и в маске. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.